14 лет назад город Сухуми, а с ним и вся Абхазия, фактически перестали считать себя частью грузинского государства. Сегодня события тех далёких дней в Абхазии считают самым большим завоеванием, а в Тбилиси трагической ошибкой. Как это было, рассказ Андрея Кузьминова. 17 сентября 1993 года. Сухуми. Вы видите уникальные кадры, снятые любительским видео. Бои в столице непризнанной республики. Абхазские отряды начали наступление на войска госсовета Грузии, которые почти год удерживали Сухуми. Среди наступающих были не только Абхазы. На их стороне воевали чеченцы и хабардинцы, проживавшие здесь греки и армяне. Галуз Трапезанян – один из командиров армянского формирования, более известного как армянский батальон имени Баграмяна. Вроде было все подготовлено. Командование вроде все просчитало. Мы должны были идти в 14 на 15. Но по каким-то причинам отложили на сутки, и мы пошли в 15. И очень много ребят погибло именно с нашей роты. Под утро, это было 4 часа утра, дали команду наступлений. И мы в это время проходили речку, реку Гумиста. У каждого была задача своя. Согласно замужу операции, первая рота батальона должна была зайти в тыл противника и захватить все подступы вот к этому мосту через реку Гумиста. Мост – ключ к воротам Сухуми. Из-за его обладания развернулось настоящее сражение. Потеряв 16 человек убитыми и 7 ранеными, рота все же выполнила свою задачу. Однако едва основные силы наступающих переправились на тот берег, как столкнулись с глубоко эшелонированной обороной грузинских войск. Это была первая и неудачная попытка абхазов освободить свою столицу. Ситуация была критической. Грузинские войска могли в любой момент перейти в контрнаступление и опрокинуть абхазов в море. А вместе с ними и тех, кто воевал на их стороне. Как это можно уйти в сторону, если мы родились здесь? Потому что мы с первых дней находимся в ряду в абхазской горле. И будем стоять до смерти. Ну, до конца. Пытаясь предупредить действия противника, абхазское командование начало подготовку к повторному наступлению. В рекордно короткие сроки из разрозненных отрядов народного ополчения были сколочены две бригады. В одну из таких бригад под командованием Гарри Саманбы и влился армянский батальон. Вот видите, гора. Вот эта гора. Это гора Брцха называется. На этой горе находился один из моих батальонов. Вот другая гора, Цугуровка знаменитая. Там другой батальон находился. Июль 93-го. Гуменистинский фронт. Абхазские отряды наконец-то вновь вышли на поступы к Сухуми. И пока они готовились к решающему штурму, грузинские части с такой же решимостью готовились обороняться. Именно в районе горы Цугуровки уже вскоре разгорелись ожесточенные бои. Господствующие высоты, занятые грузинскими отрядами, позволяли им контролировать все мосты и дороги, ведущие к Сухуми. Тогда как до самой столицы Абхазии было рукой подать. Всего-то километра полтора. Вот эту гору и предстояло захватить роте под командованием трапезаняна. И мне пришлось вместе 67 ребят подняться на Цугуровку. Это самый тяжелый участок. Мы подошли к поступу села. У меня был проводник Гаустян Миша, который проживал именно четвертый дом в этом селе. Он был у меня проводником. Родители были там. И мы должны были войти туда, к нему, чтобы родители нам сказали, как нам дальше действуют. Разведка? Да. Берусь, разведка. Ты тоже замучил. 338-й день войны. Уже утром выяснилось, что все подступы и тропы к вершине Цугуровки заминированы. Но штурм начался. Одним из первых получил тяжелое ранение трапезанян. Он подорвался на мине. Вот так, на носилках, в гору, вытаскивали бойцы своего раненого командира. Уже к вечеру абхазским отрядам удалось захватить все высоты. Дорога на Сухуми была открыта. Ну, мы их обошли. Мы через горы спустились, через эту берсху, и в тыл зашли, и пошли дальше. Мы их оставили глубоко в тылу, на удивление. И затем мы пошли дальше, продолжили наступательную операцию. Где-то 23-го числа был взят телевышка наша. Это уже находится в Сухуми, здесь уже полтора километра. А потом, через 4 дня, мы вошли уже в Сухуми. Турм 16 сентября стал неожиданностью не только для грузин, но и для России, проводившей в эти дни мирные переговоры. Ардзенба пошел в Вабан. Без согласия Москвы отдал приказ о наступлении. Устремившиеся к центру города абхазские роты и батальоны, численностью около полутора тысяч человек, столкнулись с ожесточенным сопротивлением. По улице Орженикидзе двигался батальон имени Баграмяна. Их цель – здание Савмина, символ власти Госсовета Грузии. 11 дней длился штурм. 11 дней на улицах Сухуми не стихала артиллерийская канонада и пулеметная стрельба. Война еще продолжала вести свой счет, но победа была уже близка. За Родину! За победу! Будьте здоровы, армяне! Через четыре дня абхазские отряды выдавят грузинские войска за реку Ингури, условной границы между Абхазией и Грузией. Будет определен статус-кво. Шварднадзе будет вынужден подписать договор с Сухуми о прекращении огня, отчего его власть сильно пошатнется. Власть Владислава Ардзенба, напротив, как никогда станет сильной.